Пробитая пулей книга Его товарищ пороть его вытащил, и он остался живой благодаря этой книге. Когда после войны он пришел в школу на встречу с ребятами, он подарил эту книгу и сказал, что, ребята, меня спасла школа. Музей Самарской школы номер 16 хранит немало уникальных исторических материалов. Учебное заведение построено на фундаменте храма бывшего Никольского монастыря. Обитель была уничтожена в 30-е годы, в 37-м построили школу. А в годы войны в школе дислоцировался 40-й зенитно-прожекторный полк. Здесь в стенах нашей школы организовали казармы. Были двухъярусные металлические кровати, они здесь жили, они здесь кушали, они здесь учились. И работа была их нелегкой, потому что вот этот очень тяжеленный по своим габаритам прожектор нужно было обслуживать самостоятельно. Они его перекатывали с места на место, они рыли окопы под него, потому что нужно было, чтобы он очень крепко держался на поверхности земли. В 16-й Самарской школе каждый ученик – краевед. История губернии здесь красной нитью проходит через все науки. К патриотическому воспитанию учебное заведение в полной мере относится как к национальной идее России. Разработали свою программу, такую, чтобы все школьники знали выдающихся людей Самары, какой вклад они внесли в развитие региона. Каждый год школа принимает учеников со всего города на краеведческие занятия в памяти одного из самых знаменитых городоначальников Михаила Челышова. Молодежный лагерь «Краеведение, краеведческие имени Михаила Дмитриевича Челышова», который проходит на базе нашей школы. Когда мы провели первый год этот лагерь, мы увидели огромный интерес ребят, которые приехали к нам из городских школ, лицеев для участия в этом мероприятии. Мы обратились в Департамент образования с просьбой сделать этот проект ежегодным. И очень благодарны Департаменту образования, что получили поддержку, в том числе и финансовую, для реализации вот такого интересного проекта. Цель данного проекта – вовлечение молодежи, старшеклассников, в общий проект по организации здорового образа жизни в контексте изучения истории родного края, правил, норм поведения. Это мероприятие у нас проходит ежегодно. И вот 1-2 июня лагерь откроется и примет ребят со всего города. Школьники на вполне серьезном уровне занимаются исследовательской работой. Изучают архивные сведения. Иногда итогом работы становятся маленькие открытия. Анастасия Ермошкина занималась историей Великой Отечественной войны. В нашей школе размещался 40-й зенитно-прожекторный полк. Также было ОРМУ, отдельный рот медицинского усиления. В последнее время также занималась проектом по пионерии, опять же таки, в год Великой Отечественной войны. Еще один из проектов посвящен герою уже нашего времени. Обоснователи и руководители Кубышевской шоколадной фабрики «Россия» Елене Шпаковой сегодня знает весь мир. А ребята из 16-й Самарской школы создали страницу в интернете, посвященную герою социалистического труда. Наша исследовательская работа была на тему о деятельности шоколадной фабрики «Россия», которая располагалась в городе Кубышеве, и непосредственно о Елене Васильевне Шпаковой, которая являлась создателем и первым директором этой фабрики. С нашей работой мы занимали первое место на Челышевских чтениях и второе место на городском туре научно-практической конференции. В Челышевских чтениях ребята в своих научно-исследовательских проектах смогли показать самые разные направления в истории развития нашего города. Это и секция «Великие самарчане», «Великие открытия», «Великие достижения наших самарчан». Это и 100 самых знаковых мест в нашем городе. Это и архитектура Самары сегодня, вчера, завтра. ПЕСНЯ Это похоже на конкурс школьных агитбригад, тема «Великая Отечественная война». На сцене фрагмент мини-постановки в Самарском госпитале. Она тоже посвящена истории школы. Театральные коллективы в школе есть в каждой параллели с 1 по 8 класс. Школьники с удовольствием ставят спектакли. И хотя профессиональными актерами станут, понятное дело, не все, но каждый из них на всю жизнь запомнит время, проведенное в школьном театре. Это и сказки, это и патриотические спектакли, это и любовь уже в 8 классе, это отношения между детьми. И вообще у нас есть еще такое направление, как бальное движение. Мы делаем музыкально-литературные гостиные, балы, и дети читают стихи. В этом году у нас такое направление новое, как арт-героика. Мы к 9 мая в каждой параллели ставили спектакли на военную тематику. Театр тоже может воспитывать. Трудолюбие, уверенность на сцене, ораторское мастерство. А самое главное, очень важное в наше время чувство привязанности к своей родине. Где когда-то человек родился, взрослел, а потом стремится сделать все для того, чтобы Самарский край становился лучше. Для этого в школе создается атмосфера, пропитанная духом эстетики. Коридоры напоминают музейные залы. На стенах картины выдающихся русских живописцев, фотографии Старой Самары. А бессмертный полк здесь проходит не только 9 мая. Все фотографии фронтовиков вывешены в школе навсегда. Эффективность краеведческого направления, в котором работает 16-я Самарская школа, проверена не только временем, но и высокими наградами, которых удостоился коллектив за свою работу. А для того, чтобы получить наибольший результат, здесь работают в тесной связке с родителями. Когда семья знает, что делать, тогда ребенок вырастает здоровым и благополучным, патриотом своей родины. Мы проводим работу не только с ребятами, мы проводим работу и с нашими родителями. Потому что воспитать ребенка мы должны только в совместной работе с родителями. Школа помогает в воспитании семье. Давайте обозначать свою гражданскую позицию. Давайте любить свой край, свою родину. Давайте делать что-то, а не говорить, для того, чтобы на самом деле Самарский регион становился все лучше и лучше и лучше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!